Они могут разговаривать? Они могут разговаривать, да. Разговаривайте там! Разговаривайтесь, веселитесь! Добрый день всем, кто любит вина и всем, кто хочет любить вина. Меня зовут Лёша Дмитриев и я решил посыть вину всю свою жизнь. Сегодня в гостях у меня Яшка. Яшка Казанова, которая приготовила мне вкуснейший луковый супчик и греночку с сыром. А я приготовил ей вино. Сухой мускат из Франции. Пока я буду наливать Яшку. Представься, пожалуйста. Чем ты занимаешься? Лёша сказал. Как ты оказалась? Меня зовут Яша. Я сегодня готовлю Лёшу. Яша и Лёша. Сколько мы планировали с тобой уже записать эпизодик? Года полтора. Наконец-то это завершилось. Мы ещё его не записали, правда? Мы как раз записываем. Мне казалось почему-то, что французский... Это французский рецепт или нет? Да. Ты готовила его на маселке, да? Кроме лука... Ничего, там только лук, куриный бульон и... Куриный бульон и лук. И нужно... А, ну нет, и херес, херес, херес. И херес ещё, да. И нужно бросать греночку прямо туда, да? Как тебе хочется? Хочешь бросать мне, хочешь не бросить? Ну давай, по правилам бросим. Кусочек. Да нет, правил же, Лёша. Ну вот у нас есть такое. Оно должно размокнуть и будет... Да, размокнутая должна. Там сыр не грейер. Вообще в рецепте сыр грейер. А, грейер, да. Мы сегодня... Нормально. Окей, пока нас размокает там наша греночка. Давай понюхаем вино. Ты попробуем сначала суп? Он горяченький, мне кажется. Давай понюхаем. Давай сначала поглядим на него. Ты глядишь на вино, да? Или ты сразу забываешь пешим? Ну так, я сейчас вообще особо не слышно буду. Сейчас, да. Ну, вообще смотрю, да. Слышь, как удачно-то стоит в холодильнике. Можно посмотреть, да? Ну, довольно такое желтоватенькое, да? Желтоватенькое, да? Немножечко зеленое. Знаешь, даже не зеленоватое. Бывают вот такие яблоки, зеленые яблоки, желтые, выходящие вот такие вот. Да, да. Приятное чувство, да? Красивенькие. Ты знаешь, чем пахнет мускат обычно? Вот даже пока мы не будем нюхать. Нет. Мускат – это единственный сок винограда, который должен пахнуть виноградом. Представляешь? Понимаешь, да? То есть обычно все меня спрашивают, чем только вино не пахнет. И ягодами, и цветами, и фруктами, и чем угодно. Вот именно виноградом пахнет один только мускат. Чаще всего. Давай понюхаем. Давай. И что мне теперь говорить, чем он пахнет? Скажу, о, виноград. Ну тут реально пахнет зеленым виноградом. Но кроме этого, что еще есть? Айва. У нас тут немало посторонних запахов, и супчик такой, знаешь, он сейчас… Нет, я чувствую, знаешь, правду запах. Айвы? Айвы? Да. Попки айвы, знаешь? Попка айвы. Попка айвы. Всякая попка, попка айвы особенно. Попка айвы это вкусная штука. Как-то вот алкоголь тут два с половиной всего. Слушай, подожди, тут сейчас такое, я сказала, а что же это? Мне кажется, тут есть или персик, или абрикос какой-то. Какой-то прекрасный мне запах. Сейчас постучу. Как зовут? Кто это был, я не знаю. Какая-то такая вкусняшка. Давай, завстречу. Тебе нужно что-то сплевать, правильно? Да, мне нужно сплевать. Сейчас я тебе дам леечку. Леечку? Ну а что, видишь, у нас импровизация. Вот так. Видишь? Хорошая. А потом мы будем поливать… А смотри в этом. У нас есть мандарин, и мы будем из этой леечки поливать мускатом мандарин. И посмотрим. Таким, чтобы вырастить потом. А я сплевать не буду. Ну и без твоего здоровья. Пахнет какой-то бисквитинкой, ванилькой немножко, нет? Мне кажется, я придумываю себе. Клевая штука. Для вариантов, для девушек, которые любят… Недавно задавали мне вопрос девушки. Очень часто спрашивают, какое вино можно пить, чтобы оно было не слишком притерное, не сладкое, но в то же время не кислое. Вот такой вот сухой мускат с юга Франции. Что скажешь? Я пытаюсь понять, что… Мне кажется, это яблочный немножко вкус, ты знаешь? Мне кажется, тоже. Ну, причем яблоко… Моченое? Нет. Причем яблоко… Моченое? Замочили. Карамелизированное. Это вот такое зелененькое именно яблочко. Зелененькое с уходом зеленый. Но тут есть немножко какие-то сладковатые оттенки после вкуса, да? Да, вкусное. И оно мягкое очень. И кислотности в меру, то есть, очень хорошо. И очень легкое-легкое. Теперь сейчас посмотрим, как оно с супом. М-м-м. М-м. 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 Моя, я практически поддерживаю. Простите, что мы будем сейчас так нагло, скорее всего, я пробовать суп. М-м. 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 Я пить на Беглаве, потому что в России нет грузинской воды. И вообще ничего грузинской нет, кроме людей. Отлично. Кроме людей? Вкусно тебе? Ты знаешь, очень хорошо. М-м. Да? Я на самом деле не очень люблю пить вино с какими-то горячими там супами или первыми блюдами, но это получается хорошо. А суп тебе вкусно? Да. Да. Слушай, если бы ты пил не вино с ним, а что-то крепкое, что бы это было? Я бы взял херес. Ты вот реально готова на хересе. Сразу, что я хотел сказать, что если бы я знал, что тут был херес, да, супер. Если бы ты не знал, а если бы знал. Если бы меня наоборот знал, да. Я бы, скорее всего, даже выбрал не мускат, а выбрал бы херес. То есть сухой херес фино тоже отлично подошел бы. Наш ореховые оттенки. Что такое фино? Фино. Фино, название херес. Категория, да. Он сухой, очень-очень такой тоже там яблочные оттенки, такие миндальные нотки. С этим супом было бы супер. Ты использовала здесь херес массандровский, да? Угу. А скажи мне, пожалуйста, так-то просто было интересно узнать. В херес четко чувствуется миндаль. Правда же? Причем горький миндаль. Не сладкая, а горький миндаль. Да. И в Мадере то же самое. Да. А почему так? В Мадере не во всей, но чувствуется. Вот в массандровской именно Мадере? Во всех нормальных крепленных винах часто чувствуются ореховые оттенки. Почему? Ну, это такая штука. То есть, Мадера скорее всего, потому что там бочки выкатывают на площадку, она под солнцем еще находится. А бочки ореховые сами, что ли, из-за орехов? Не-не-не, бочки обычно дубовые, то есть, не обязательно из-за орехов. А в Хересе почему могут быть ореховые нотки? Потому что там под флером, да, как под грибком дрожжевая такая пленка. Угу. И там еще находится вино и зреет. И от этого тоже ореховые нотки. А крепленность вина за счет чего получается? За счет того, что крепят именно спиртом. То есть, до определенного уровня. То есть, сухлы его доливаешь? Да. Представляешь? Нет. А теперь да. Яшка, у нас по плану еще мяско. Постой, я его хочу показать, пока оно еще не дефлорировано. Давай, давай. Не дефлорировано, не мясо. Я бы дал этому вину 85 баллов по 100 баллов. Очень душевная, очень хорошая цена. Слушай. Около 80 гривен всего. Я тебе перебила. Ты вина просто не записать? Не, давай. Мясо. Вот так оно выглядит до момента. Вот такое будет мясо. По кладанию на сковороду. У нас будет рыбаи сегодня будут. Мясо приехало из москальское мясо. Москальское, оно приехало из Новой Зеландии. Да, из Новой Зеландии, да. Яшка спец у нас по готовке. Она в красивеньком, я посниму еще, когда будет в красивеньком своем любимом. Фатруки. Фатруки, да. С да, да. И посмотрим, что у нас получится. И будет у нас совмещаться с вина. Да? Да. Давай? Давай. Пошли. 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 Вот это, конечно, вообще сэкос-сэкос. Ты покажешь сэкос-сэкос? Сэкос-сэкос. Папа, это папа? Папа. Нинка, Соня сказала, что мясо это папа. Она вот это мясо. Соня, где папа? Да, папа. Ням-ня. Она там стояла и говорила, тети, тети, тети. Нина, мы уже снимаем. Да? Зашлась. Яшка, ну что, я понимаю, что томить никого нельзя сейчас. Ни ребят, ни нас. Ни ребят, ни ребёнка. Да, ни ребёнка, и ни котёнка, и никого. И тут за кадром сейчас такая группа поддержки, которые переживают. Яшка приготовила шикарные рибаи, которые у нас... А сколько они у тебя выдерживались? Ты не знаешь? Где выдерживались? В твоём благородном вакууме. I don't know. You don't know. I don't. Но это больше well, наверное, чем... Это, мне кажется, медиум. Вот дальше, наверное, там будет покровавее. Не-а. Медиум, да? Медиум. Медиум. Хороший медиум. Окей, у нас рибай медиум с солью, с перцем. У нас есть салат с жареными огурцами, с жареным луком. И какая заправка там у тебя шла? Ты что-то там намешала хуже всего? Там бальзамик и масло растительное. Также у нас есть салат несуаз, да? Ну, он такой псевдо-несуаз. Псевдо-несуаз. Несураз у нас называется. Несураз, да? Почему? Почему не хватает? Эх раз, ещё раз, ещё много несураз. Ну как, там нет тунца, там нет анчоусов. Но он специально такой, потому что мы будем мясо с ним есть. Окей. Итак, давай понюхаем и оценим цвет. Соня нюхает у нас? Ты нюхаешь? Да. Соня, понюхай вино. Знаешь, что оно любит? Давай сейчас мы цокнемся. Иди. Окей. Неродавлась с целью 2008 года. Терра море. Очень интересно. В цвете оно... Я сразу нос так пынц. Ты в нос, а я цвет буду. Значит, такое тёмное, тёмное-тёмное рубиновое, кровяное, не скажешь? Немножко, да, знаешь, такое вот, да, кровяное, немножко кирпичик где-то по краям я вижу. Не очень много. Скорее всего уже вот от кровушки. Упс. Сонечка, а ты любишь мяско? Мы ещё не давали, да, такого мяса на стейк? Нельзя ещё? Просто посмотри на него, какое оно красивое. Здесь, конечно, Яшка надымила, я вам скажу честно, но сейчас более-менее проветривается, да? Уже дымовая завеса. Пахнет чёрной землей влажной для меня. И ягодами. Для меня тут много черники, и всё равно очень-очень ягодное. Я для этого люблю, наверное, давало. Да, да? И Сонька любит тоже его, да? Ты знаешь? А дайте лейку, откуда Яшка сплёвала? Лейку, срочно лейку. Лейку, дайте лейку. Спиртковозность у него, чувствуется носом. Чувствуется? Чувствуется спирт. А ну-ка, сейчас мы посмотрим, сколько у нас. Всего лишь 13,5. 13,5, да? 13,5, да? 13,5, да? Нормально. Ты знаешь, почему-то для меня, когда часто так вот нюхаешь, да, и чувствуешь ацетоновый запах такой бывает. Какой-какой? Ацетоновый? Мне кажется, здесь всего нет. Тут, наверное, ацетейка ацетоном пахнет. А, ацетейка. Ацетейка. Ацетоновый есть и ацетейковый есть. Ацетейка. Ацетейка. Угу. Идем шло, честно. Не для стейка. Да, скажи. Знаешь, почему? То есть, все-таки чуть-чуть не хватает терпкости и тонинов. В нем, да. Оно более сочно и спело. То есть, может быть, оно осталось. Хочется, чтобы оно было, знаешь, как? Хочется, чтобы оно было погуще. Я не знаю, как сказать, что... Да, да, более полнотелое, да? Ну как вам, красиво ли есть мясо? Мы покажем, мы сейчас снимем крупненько, да. А я просто хочу пробовать, как будет вот этот твой сумасшедший салат с огурцом и с луком, да. Он не совсем похож на огурец. Ну ты знаешь, похож. Черт. Он выглядит похожим, но это не совсем огурец. Как ни странно, салат из огурца с луком, с этой заправкой гармонирует с этим вином больше, чем и вкуснее, чем мясо. Поэтому, Леша, не будет мяса. Ну все, мы не будем вас тревожить. Я этому вину дам тоже 85 баллов, как и предыдущему. Мне под штрейк однозначно. 83. 83, да. Сонька, сколько ты дашь баллов этому вину? 5? Мама. Или 6? А где Соня? Спрячься. Та-дам! Мы сейчас будем это все вкусненько кушать. Яшка в конце, гость задает вопрос. Ааа. Ты не знала. Тебе? Нет, мне зрителям. Я пока буду есть мяско. Любой. А еде? Кстати, может быть, о еде что-то интересное. Ты же нас очень умная девочка. Да? Вот мой вопрос. Как переводится название этого вина? Нэрэдаву, что такое? Окей. Дегустируйте вина. А, нет, хорош. Это был стон? Ну, да. Дегустируйте вина. Готовьте вкусную еду. Приезжайте в гости. Спасибо, что вы к нам приехали. Мы с тобой так ждали. И самое главное, делитесь своими ароматными впечатлениями с друзьями. Тетя, папа, мама. Тетя, папа, мама. Уже все? Да.